И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит ролик по вопросу, как сделать маткап, где найти маткап, значит для скупции с альфа 6, для блендер и для зебраж, да? Погнали! Так, вы вот видите, что здесь скупции с альфа 6, есть родные его вот эти маткапы. Если вы хотите свой маткап для скупции с альфа 6, его можно, значит, самому сделать. Каким образом? Давайте рассматривать. Я этот ролик первым своим снимал, значит, еще 4 года назад и вот решил переснять. Просто, ну как, видно, туда люди не доходят. Значит так, вот выбираем любой, значит, материал и вот с этим материалом мне больше всего приятно работать. Вот именно вот этот, значит, красная глина. Так, итак, как загружать маткапы, значит, скупции с альфа 6? Здесь вы его не загрузите. Здесь вы его можете только выбрать. Все. Вам нужно зайти, найти папку скупции с альфа 6. Давайте это все сделаем. Итак, это будет папка PIXLOGIC, значит, Windows или Windows, значит, какая тут идет, Windows 86 у меня устанавливается. Вот. Вот в нее находим папку, значит, PIXLOGIC. Находим скупцию с альфа 6 и находим нашу папку материалы. Вот они наши материалы и если вы сделали, скачали какой-то материал, то нужно его закинуть именно сюда и он появится у вас в скупции с альфа 6. Это вот один вариант, да? Значит, теперь как сделать самому, значит, маткап? Выбираем маткап. Вот он есть у нас, допустим, да? Устанавливаем скриншотер и просто делаем, ну, любой, значит, зоне нашей вот этого. Выбираем ту зону, которая нам больше подходит. Не обязательно, чтобы это была сфера, допустим, просто может быть квадрат какой-то с нужной нам, значит, текстурой, цветом. Сохраняем, допустим, на рабочий стол и заходим, опять же, в папку, значит, нашу вот эту скупцию с альфа 6. Находим папку PIXLOGIC, опять же, находим нашу папку скупцию с альфа 6, материалы и сюда просто закидываем этот цвет. Я его скопировал и, значит, просто вставляю. Вот он появился. Да, будет у него другой внешний вид. Ну, давайте посмотрим. Так, теперь находим, видите, нету. Нужно перезагрузить нашу программу. Загружаем и смотрим, где он появился. Вот он появился. Вы видите, какой он будет, да? Не Alice Good, не очень хороший, поэтому нужно выбирать наши именно цвета. Вы можете здесь вот выбрать, допустим, смотрите, вот выбираем вот этот материал, отключаем симметрию и просто, значит, сделать скриншот вот этому нашему, значит, маткапу. Вот так. В какой-нибудь программке, значит, или онлайн можно убрать, сделать сзади белый цвет тоже. Давайте это дело попробуем. Сохраняем. Так, находим какой-нибудь, значит, или фотошоп. Заменяем, значит, загрузить наш вот этот скриншот. И заменим, значит, фон. Так. Можно его вырезать. Можно сделать фон, значит, каким-нибудь серым. Так, вот я хочу его сделать несколькими, значит, тонами. Значит, тут этот будет первый скачать. HD Image. Вот у нас, получается, будет белый фон и сзади какая-то хрена. Так, другой вариант тоже сейчас поищем. Тут больше какие-то цветные, надо найти другой, вот белый, допустим. Пусть будет белый цвет, да, опять же, скачиваем и посмотрим разницу. Вставляем наши вот эти, значит, маткапы. Вот они появились. Перезагружаем опять нашу программу. Смотрим, где они внизу теперь. Вот они. Этот с белым фоном, видите, будет CantoTed. Вот другой вариант. Этот третий. Вот будет белая кайма. Вот. Если сейчас мы просто подгрузим вот серый, видите, просто квадрат был скриншотный, то совсем другая штука. Также вы можете вот здесь скачать уже готовые маткапы, видите, да? Значит, если вам нужна глина, то это будет матовая. У меня сейчас интернет плоховато работает. И вот здесь любую глину вы можете выбрать, допустим, вот. Раньше она скачивалась, сейчас что-то, не знаю, нажимать я не знаю, куда это все дело. Раньше я ее качал. Ну, можно просто, допустим, выбрать, какую нам нужно глину, и, значит, сделать скриншот. Ну, здесь, видите, более все темные. Плоховато это, наверное, дело подойдет. А ну-ка, вот выберем такую глину. И сделаем скриншот полностью вот этого нашего, нашей сферы. Выравним ее по квадрату, так. Можно просто выбрать какой-то цвет. Сейчас вот давайте вот этот вот сделаем скриншот. И выберем какой-нибудь цвет. Но это будет уже, значит, не очень, наверное, шикарный. Но с темным цветом тоже захватим. Ну, давайте сюда их тоже так вставим. Вот они появились, разные, видите, квадраты и, значит, с черным фоном. Смотрим, что у нас получится. Ну, вот неплохой цвет. Если сейчас симметрию поставим, посмотрим, как все это дело. Вот у нее полоса получилась. Ну, вот он не видно, чтобы он, да, нормально, он как на месте стоит. Если мы его начнем переносить, вот эту сферу, допустим, все переносится, все нормально. Но это на любителя, какой вам понравится цвет, нужно очень хорошо подыскивать. Вот с черным фоном это уже, ну, плоховато. Он будет мешать вам скульптить. Так что можно выбирать просто какую-нибудь область, допустим, и ее подгружать. Но главное попасть. Это, конечно же, эксперименты. Ну, можно неплохой такой маткап себе надыбать. У меня где-то там скинуты, я уже давно их не пользуюсь, одной глиной пользуюсь. Раньше тоже много их наделывал. Ну, тоже можно неплохие сделать маткапы, да? Вот таким образом. Посмотрим, как эти маткапы теперь будут выглядеть, значит, у нас в блендер. Итак, у нас в блендер. Значит, открываем меш, находим UV-сферу, какую-нибудь вот шейдер смут правой кнопкой мыши сгладим. И здесь у нас вот есть маткапы. Вот мы их открываем. Не скажу, ну, как ими можно пользоваться, допустим, вот этим. Это если только ставить его, допустим, на какой-нибудь там, не знаю, вот какой-нибудь объект. Тут вот этот тоже какой-то интересный. Этот вообще белый. Лепить в нём вообще не рекомендую. И вот смотрите. Вот это значит маткап блендера. Я хочу подгрузить свой. Нахожу вот эту вот шестерёнку. И, допустим, нажимаю Install маткап. У меня он находится в десктоп. Значит, где у меня тут всё для скульптуры с Альфа 6. Вот он. Так. И вот их два тут варианта. Ну, давайте вот этот. Всё подгрузили. Или нажимаем. У меня автосохранение стоит. Или Save Preference. Нажимаете. Так. Теперь что? Ну, давайте подгрузим этот маткап. Вот он. Вот согласитесь, что он уже более прикольный, более чёткий. Если мы сюда, значит, подгрузим теперь ещё какой-нибудь. Вот это то, что мы делали, да? Добавляем ещё один. Ну, тут можно их много добавлять. Находим рабочий стол. Находим какой-нибудь маткап. Допустим, вот с серой какой-нибудь штукой, да? Или вот чисто скриншот, да? Всё. Мы его загрузили. Опять же, смотрим. Выбираем этот маткап. Он появился внизу. Видите? Он как будто нарисованный. Ну, для каких-то персонажей можно ставить такие, значит, маткапы. Для Blender есть тоже скачивать. Это надо заходить. Давайте посмотрим. Я тут... Одна папка у меня завалялась. Находим так. Этот я удалю. Находим Install. На рабочем столе у меня папка где-то... Маткапы, 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 вот он. И видите, тут очень много этих разных маткапов. Тоже глина есть. Но давайте вот эту глину попробуем. Так, это мы закрываем. Отключаем и подключаем маткап. Ну, вот видите, тоже на любителя. Этот более, как видите, он на месте стоит. Мне интересно. Не ощущается. И глаза от него будут болеть. Но это родные маткапы, которые предлагает, значит, Blender. Так, где тут у него? Ну, вот глины красной мало. Хорошей. Давайте вот эту попробуем. Ну, вот такая есть еще. Слишком блестючая. И лепить в ней, в принципе, наверное, будет... Ой, как неудобно. А ну-ка. Ну, да, видите, все блестит. Вы будете не видеть вот этих всех граней. Это, скорее всего, уже для конечной, значит, модели. Можно применять, когда она раскрашена. И, возможно, вот этот маткап можно применить к нему. Будет какой-то прикольный внешний вид. А ну-ка. Так, здесь его не будет видно. Здесь уже он не работает. Это чисто для скульпта, наверное, и для чего-то. Вот такая штукинца. Так что качайте. Ну, вот больше всего рекомендую, значит, со скульптой с Альфа-6. Вот этот маткап. Он очень хорошо, видите. Нормально он смоется, не отблескивает. Лепить в нем очень хорошо. Так что вот я его вам больше всего рекомендую. Можно его будет маткап этот скачать. Значит, в группу я в ВК кину. И болванки для голов туда тоже кину. Которыми пользуюсь. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok